Это лаборатория для испытаний мебели. Название говорит само за себя. Здесь установлены приборы, которые имитируют движение нашей повседневной жизни. Ну вот, как, например, с этой прикроватной тумбой. Например, здесь ящик открыться и закрыться должен будет 5000 раз. А для общественной мебели там уже около 25 тысяч раз. То есть этот прибор будет работать, наверное, неделю минимум. Итак, 10 ударов. Сила каждого – 25 килограммов. Провердение не произошло, значит, стул прошел испытание. Это мебель местного производителя. Для ее законной продажи необходимо получить декларацию, то есть подтвержденное качество товара. Такой проверкой и занимается в Бурятском центре метрологии и стандартизации. Получается, у этих приборов 8-часовой рабочий день, да? Да, их не жалеют. Но перерыв на обед у них есть. Метрология – это наука об измерениях. В республиканском центре проверяют точность более 50 тысяч приборов из разных сфер. Торговля, медицина, промышленность и многое другое. Например, этот алкотестер отправили из местного отделения МВД. – 0,15 – это же минималка, да, по-моему? – Допустимая, ДПД 0,16 килограмма. – При допустимой 10%, он показал 8,3%. В принципе, он еще в допуске. Можно без корректировки еще было там работать. Но год прошел, произвожу корректировку и потом еще раз проверку. За год проверку на точность проходят около 600 приборов. И это только алкотестеров. А в самом центре больше 10 лабораторий. И в каждой испытании проходят определенные товары. От счетчиков и весов до линз для очков и градусников. Эти прибыли из одной городской поликлиники. – А у каких из этих больше всего погрешность? – Участники. – Вот бесконтактные красные термометры. У них больше всего погрешность, чем у электронного или портутного термометра. Также здесь работают и с пищевой продукцией. Эти образцы меда трех разных производителей решили проверить на государственный стандарт. Или, как мы привыкли, на ГОСТ. – А откуда взяты эти образцы? – Хороший вопрос, потому что они приводятся в лабораторию в зашифровом виде. И для соблюдения принципов беспрестастности я не знаю, откуда они. – Наш центр уже более 85 лет занимается поверкой средств измерений, а также испытаниями различной продукции. В нашем центре работает больше 20 специалистов, которые занимаются непосредственно поверкой средств измерений. Всего в центре работают около 70 человек. Кстати, в центре проверяют даже камеры видеонаблюдения. В их числе те самые дорожные, которые фиксируют нарушения ПДД. – Да, бывает, что и по погрешности не проходят. Но такие камеры сразу мы выписываем из ощущения непригодности, и они бракуются.